Встроено в этот ТП какой-то ларёк, значит, кирпичный он. Эта точка вызвала нарекания во время недавнего мониторинга торговли на Адлерском рынке. Ситуацию также обсуждали накануне во время планёрного совещания. И сегодня обход мэр начал именно с этого места. Если другие объекты торговли сегодня приведены в порядок, то продажа овощей и фруктов всё также ведётся под стенами трансформаторной подстанции. А это серьёзное нарушение. Исправить его необходимо в кратчайшие сроки. Откладывать на потом не стоит и вопрос уборки ларьков, где уже закончилась аренда и прекращена торговля, а не портят облик города. Вред имиджу курорта может нанести любая деталь. Будь то небольшой мусор на тротуаре, незаасфальтированный участок дороги на улицах или обшарпанный парапет на набережной реки Мзымта. Набережная, рекреационная зона. Посмотри, все столбы выкрашены. Все эти недочёты необходимо устранить в ближайшие две недели. Во время обхода мэр прошёл и по частным дворам. Анатолий Пахомов остался доволен санитарным состоянием, благоустройством домов, а главное – заинтересованности местных жителей к благополучию курорта в целом. Мэр также порекомендовал жителям озеленить свои территории, в частности, постепенно заменить заборы зелёной изгородью, ведь живые цветы, несомненно, украсят улицы курорта. Работа по благоустройству продолжается. Готовиться к летнему сезону нужно уже сегодня. И у нас несколько таких мотиваций. Во-первых, у нас Кубок конфедерации, и это хорошая мотивация. С другой стороны, у нас в этом году Всемирный фестиваль молодёжи. И естественно, что эти гости наши в обязательном порядке будут не только в Олимпийском парке, не только на объектах, куда их повезут, но и сами пойдут. И, конечно, мы очередной раз будем представлять Россию. И уж мы должны очередной раз доказать, что Россия – это красивая, культурная страна. По итогам обхода мэр дал несколько поручений главе района и сроки на устранение недочётов, в их числе и на ведение порядка в выносной торговле. Через месяц Анатолий Пахомов снова приедет в Адлер и проверит исполнение распоряжений.